Вчера воскресенье, 18 августа 2024 года, Весь мир утонул в женских слезах. В поместье души во Франции Самые красивые глаза во всем мире Закрылись навсегда. Не стало того, кто для миллионов и миллионов людей Во всем мире был гораздо больше, чем актет. Он был для них воплощением самой мечты. Не стало того, кто вышел из самых низов, Но достиг таких вершин, О которых немногие могли бы и мечтать. Не стало того, кто свое имя сделал именем нарицательным. Не стало Алина Делун. Вот уже второй день Вся Франция, а с нею и весь мир Погружены в глубокую печаль и траур. С большой болью в душе эту самую печальную новость Восприняли все вы, подписчики нашего канала, Которые делятся в комментариях своим переживанием, Своими воспоминаниями, Своими размышлениями об этом артисте. Большое спасибо всем вам За теплые слова поддержки и сочувствия. Свои некрологи печальные слова В память о Делоне Выразили уже и продолжают выражать все французы. И простые, вполне обычные люди Его соседи По деревушке, в которой находится Его большое поместье, Которые вот уже второй день Несут и несут цветы к его воротам. Со словами памяти и скорби Выступили многие из тех, Кого знает весь мир, Кого знал лично Ален Делон, Кого знаю лично я. Первая дама Франции Мадам Брюни-Саркози Написала об Олене Трогательные строки. Аревуар, Ален Делон. Мы не забудем Весь этот талант, Всю грацию и красоту, Которую ты принес в этот мир. Мы не забудем Эту харизму, Этот голос, этот силуэт, Это лицо и эту меланхолию, Эту глубокую печаль, Что исходила от тебя И осталась в твоих фильмах. Столько добра и печали, Смешанных в одном человеке. Я думаю о твоих детях, Об Антони, Об Аннушке, Об Олене Фабьене. Я думаю о Бори. Я думаю о Натали и Мирее, О Роме, Которых ты встретишь в небесах. Покойся с миром. С теплыми словами Выступил бывший президент республики Николя Саркози. Он пишет, Ален Делон был благословлен богами. Он родился с внешностью, Вызывавшей всеобщее восхищение. Он был не просто красив, Он был сама красота. Это дало ему абсолютную власть, Не только над женщинами, Но и над мужчинами. Все это никогда не было предметом дискуссий. Наша страна, Столь склонная к любым разногласиям, Здесь была на редкость единодушна. Он был самым французским Из всех наших актеров И в то же время Самым интернациональным. Ален Делон был прекрасен как бог И страдал как самый несчастный из людей. И этот контраст Давал ему вдохновение Воплощать все свои роли. На этом фото мы видим Николя Саркази Алена В компании Клаудия Кардинали, Французско-итальянской красавицы, Которая до сих пор жива, Из которой Ален сыграл в Гепарде. И любопытно, Что со времен Гепарда Они обращаются к друг другу Исключительно по киношным именам. Ален, звоня, Всегда представляется ей Как князь Танкредий И просит пригласить Анжелику. Сейчас Анжелика пишет Люди просят меня Выразить это словами, Но печаль Чрезвычайно сильна. Я присоединяюсь К боли его детей, Его близких, Всех его поклонников. Бал окончен. Танкредий отправился танцевать Со звездами. Вечно твоя, Анжелика. Еще одна красавица, Несравненная Биби, Бриджит Бардо, Большой близкий друг Алена Делона, Тоже поделилась Своими размышлениями. Мы потеряли, Пишет Бриджит, Драгоценного друга И человека С огромным сердцем. Кончина Алена Создала огромную пустоту, Которую ничто Не может заполнить. Уход Алена Кладет конец Великолепной главе Ушедшей эпохи, Отдельным памятником Которой Был он. Он Воплотил все лучшее, Что было Во французском Синема престиж. Я Теряю друга. Мое Второе я. Моего Сообщника И партнера. Мне приходит На мысль, Пишет Бриджит Бардо, Слова Поэта Альфреда Девиньи. Посмотрите, Кем мы были И что Оставили После себя На земле. Вечно Лишь только Тишина. Все остальное Лишь только Слабость. Перед нами Похороны Алина. И мне думается, Что это Должен быть Большой Национальный Омаж. Такой, Какой был У Бельмондо, У Азнавуры, У Джонни Холидея, Которых Провожала В последний Путь Вся Франция, Весь Париж. Думается, Что Ален Заслужил Этого Совсем Не меньше Других. Все дело Теперь За Аннушкой. Ведь Согласно Завещанию Алена Именно Она Сейчас Главная Распорядительница Всем. Его Душеприказчица. И вопрос Сумеет ли Аннушка Похоронить Отца Достойно И величаво, Как это И подобает Великому. Не опошлет ли Все, Заперев Его За воротами Поместья И не Лишит ли Миллионы И миллионы Поклонников Возможности Проститься Со своим Кумиром. Очень надеюсь, Что именно Так и будет. И она Не превратит И это Событие В очередную Склоку С братьями. На сегодняшний День Мэрия Души Готова Официально Разрешить Похоронить Олена В его Часовне В поместье. Однако, По словам Мэра, Аннушка Должна Официально Обратиться К ним С таким Заявлением. Однако, Клан До сих пор Молчит. По имеющейся Информации, Аннушку Вчера Хватил Удар От переживаний. Ее Увезла Скорая И она Все еще В больнице. Следите За самыми Последними Новостями Об Олене Делоне Только На нашем Канале. Беспощадная Война, Вспыхнувшая В клане Делонов Разгорается С каждым Новым Днем. Все Поклонники Олены Делона С большой Тревогой Следят За развитием Событий Только На нашем Канале. Где Вышло Уже С десяток Ошеломительных Видео Выпусков И все Подробности О том, Что же Там По правде Происходит И за Что Воюют Делоны Знают Все Подписчики Нашего Канала. А если Вы пока Еще не В их числе, То сейчас Самое Время Это Сделать И не Забудьте Включить Колокольчик Чтобы Никогда Не Пропускать Наши Самые Интересные Новинки 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 Продолжение следует...